Приветствую вас. Первое, что мне приходит на ум, когда я вот прочитал ваш текст, вот, это то, что, вот, скорее всего, скорее всего, вы просто не выразили достаточной степени свои эмоции, свои чувства, вот, скорее всего. То есть, вы не прожили до конца то, что с вами произошло. То есть, происходило что? Происходило унижение, происходило нарушение личных границ, происходило оскорбление, происходило вмешательство, вот, грубое вмешательство в вашу, ваше, собственно, ваше личное пространство, вот. И плюс ко всему, да, это вот ощущение беспомощности, чувство такой подавленности, вот, плюс, соответственно, здесь ещё имеет место быть вопрос сексуальности, да, то есть, то есть, то есть, вот, мужчины, да, они вот, ну, вы могли решить, что все мужчины такие, вот, и, соответственно, избегать мужчин, мужчин. Вот, ну, это, это вопрос, скорее уже, для такой более, более длительной работы с вами. Вот, значит, то, что можно порекомендовать вам здесь, да, это скорее, знаете, поделиться с те, поделиться с кем-то своими чувствами. То есть, вот в момент, когда, вот видите, да, вы пишете, когда у вас, вот эти вот воспоминания появляются, да, вы пьёте успокоительные. Как бы, да. Вот. А на самом деле, на самом, на самом, на самом деле, успокоительные пить не нужно. То есть, нужно, наоборот, выплакать эту историю, нужно её выплакать, нужно её выразить, как есть, вот, просто всё, просто всё, как есть, нужно выразить. Понимаете? И вот это вот первое, что приходит на ум, исходя, вот, из того, что вы написали. Вот это первое, что приходит на ум, первое, что, ну, первое, что бросается в глаза, вот, первое. Первое, что можно вам порекомендовать, вот. Конкретно, конкретно, да, конкретно, вот, в этом, ну, в этом случае. Дальше. Дальше. Значит, соответственно, вы пишете, что иногда абсолютно непонятными мне причинами, не могу понять, что является катализатором. С этого все события открываются новые силы. А, вот тут тоже нужно, а, поисследовать, да, поисследовать и, а, посмотреть, что именно является катализатором. То есть, вполне возможно, что вы найдете, а, при той же работе с психологом, да, допустим, если вы будете работать с психологом, вы найдете источник и причины того, почему у вас эти воспоминания появляются, а, о чем они говорят, эти воспоминания, да, и так далее. То есть, тут, конечно, тут, а, как бы, все зависит от того, на сколько вы хотите, готовы работать, исследовать себя. Такая история здесь, она вот, а, такая. Скорее. Дальше. Идем. Значит, а, с возрастом эти воспоминания становятся все чаще, плоскопаться, все сильнее какая-то боль или злость, все ярче. Ну, вот это все нужно выразить. Нужно это все выразить, нужно все это выплыхать, высказать, выразить, вот. Если не маме, да, то, соответственно, близкому человеку, который вас принял бы таким, какая вы есть, может быть, психологу, может быть, кому-то еще, вот. Хотя, я бы очень рекомендовал вам пересмотреть ваши отношения, в том числе и с вашей мамой, потому что как-то вот мне кажется, что они у вас не совсем здоровые отношения с вашей мамой, вот. Потому что слишком вы ее жалеете, слишком вы ее как-то вот оберегаете, опекаете, вот. Это не то, что обеспечивает адекватные здоровые отношения, ну, между родителями. Между родителями, между мамой вашей и вами, ну, в том числе. Вот. Поэтому, ну, здесь, конечно, все зависит от вас, то есть, ну, захотите вы этого не захотите. То есть, тут, конечно, принадлежать вас к чему-то я не буду, да и никто не будет, я уверен, вот. Но, тем не менее, да, тут вы изначально уже хотите радовать свою маму и заботиться о ней, да, это, как бы, такая жертвенность в отношениях. Вот. И у вас на нее тоже обида. И эти обиды тоже нужно выразить там, где решите, что с ними делать. Вот. Травма ли это? Да. Скорее всего, травма. Отношения с девушками, последствия или нет. Я думаю, что все вместе. Я думаю, что у вас изначально была бисексуальность, как у многих людей. Вот. Просто история с... Вот. Историю, которую вы описывали, да, с вашим отчимом, она, эта история просто-напросто способствовала, поспособствовала тому, что вы больше внимания стали уделять именно женщинам, а не мужчинам. Вот. То есть, если бы, ну, если бы... Ситуация была бы в другом, да, то вы, возможно... Ну, возможно, вы взаимодействовали бы с... Все-таки именно... С... Мужчинами. Мужчинами. Вот. А так вы взаимодействуете с девочками. В этом нет ничего плохого, если вас все устраивает, то... Замечательно. Но... Просто... Тут вот нужно... Исследовать именно. Тут нужно все-таки именно исследовать вот... То, что... С вами происходило в детстве. Вот. Так что я думаю, что все вместе. Я думаю, что... Я не думаю, что... Есть какой-то вот прям... Отдельный фактор. То есть, если бы вам... Женщины не нравились, да, то вряд ли вы... С ними бы... А... Ну... Были бы в отношениях. Вряд ли. То есть, я... Если честно, я не думаю так. Я не думаю, что вы... Были бы вот наши отношения. Вот. Вот. Ну... С ними. Вот. Так. Дальше... Так. Представить себе хранительную очага не могу. С самого детства не дают спокойной жить. Тут вот непонятно, что вы имеете в виду... Ну, что... Не могла и не могу представить себя... Хранительную очагу с самого детства не дают спокойной жить. Тут я не понял... Не понял смысла этого. Вот. Рожде бы сказать, что мама снимает все речь. Она уже хорошая. Она очень мягкая. И я знаю, что любят меня сильнее остальных. Если отказать, то разрушится наша жизнь до основания. Ну, здесь вы предпочитаете жить во лжи. Вы предпочитаете жить во лжи и предпочитаете спасать свою маму. Вот. В силу того, что вы ее спасаете, в силу того, что вы ее защищаете, вот, как бы... Появляются вот такие... Проблемы. К сожалению. Вот. Так что здесь, как бы, вы поймите просто... Ну, такую... Простую вещь. Да. Вот вы... Постарайтесь понять такую простую вещь, что... Ага. Вы либо... Начинаете заботиться о себе, да, и... Собственно, тут уже все, что понадобится. В том числе и маме рассказать все, как есть. Вот. Либо вы... Маме не рассказываете, но тогда у вас... Сохранятся определенные... Негативные, в том числе... Поведенческие паттерны, которые могут... Привести... Вас... К еще большим... Проблемам, вот. Сейчас у вас уже есть... Проблемы, вот. А они могут быть... Еще... Больше... Еще это не... Вот. Ну, я вас не пугаю... Не пугаю, да. То есть, маме нужно перестать... Защищать. Вот. Если и вы рассказываете, да, это может быть... Разручит вашу жизнь... Привычную, но зато... Это будет правда. И... Ну, тут вам решать, вам решать, в общем-то. Никто заставлять вас не будет. Но спасать вашу маму не перестать. Это одна из наших. Вот. Ага. Вы пишите. Тоска появится сильнее. Да. Это у нас что? Это у нас защита. Защищенность. Вот вам нужна защищенность. Вы себя не чувствуете защищенность. А сами... Сами вы... Свои... Барьеры. Да, вот. Свои... Личные... Личностные барьеры. Вот. Вы... Ну, видимо, не сформировали. Ну, видимо, у вас не получ... Видимо, у вас... Не получил... Не получает это сделать. Вот. Сформировать свои личные барьеры. Свои личные барьеры. Вот. И... Вам нужен ответ, который бы вас... Соответственно... За... Защищал... Защищал бы. Вот. Я так... Думаю. По крайней мере. Вот. Я... Здесь... Не берусь... А... Сейчас... Глаголить и... Истину, да. Но... Мне почему-то кажется, что... Так. Ну, то есть, тут тоже... Можно... Вам помочь. Да. То есть... Есть... Специальные... Э... Средства... Э... 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 Которые... Помогут... Вам... Могли... Могли... Могли бы... Которые могли бы... Вам... Вам помочь... Значит... Получить то, что вы... Хотели бы получить от... Например... Папы. Вот. Это реально. На этом... Все это реально. Да. Давайте дальше. Э... По поводу... Текста. Да? Значит... Смотрите... Э... Ну... Тут довольно много... Много всего написали. Вот. Жалко, что... Вы... Э... Не обратились к кому-то... Кому-то конкретно... Э... Ну... Для консультации... Вот так оно было бы эффективнее, конечно. Ну... Вот. Хоть вы пишите... Э... Значит... Мне для вас два года. Занимаю хорошую должность. Э... Добилась сама. Что у меня все в порядке. Э... Справляюсь со многими стрессом. Не могу сказать, что склонно стараться в состоянии. Я не знаю, что мне делать. Да? То есть... Что это значит? Что это значит? Что вы... А... По сути... Ага... Не привыкли к регрессу. То есть... Регрессировать... Себе... Вы не даете. Регрессировать себе вы не позволяете. Вот. Хорошо ли это для вас? Нет. Потому что любому человеку нужна регресса. Любому человеку нужно... Нужно расслабление. Любому человеку. Это нормально. Нормально хотеть положиться там на других людей. Вот. И... Соответственно. Да? Соответственно. Тут факт, что вы справляетесь со своим стрессом. Да? Вот вы говорите, что справляетесь... Со стрессом. Вот. То есть... Справляетесь со стрессом в данном случае, вы имеете ввиду, что... Вы его в себе... Справляете этот стресс. Вот. Скорее всего. Вы именно это имеете ввиду. Что вы его обновляете, вы его заглушаете и... Ничего больше как бы... Не происходит. Понимаете? Вот. То есть... У хорошего в этом нет ничего. Значит, нужно найти способы для того, чтобы не справляться со стрессом, а чтобы... Адекватно их воспринимать. Да? То есть... Если... Причиняют они какую-то боль. То... Соответственно. Соответственно. Это нужно выражать. Это нужно чувствовать. Это нужно... Э... Этим нужно делиться и получать обратную связь. Вот. Поддержку получать нужно. А так у вас... Получается, что вы их... Одно. Справляетесь со всем. Вот. Так. Значит. Мой папа очень хотел мальчика. Это она мне мама рассказала. Она не дала, чтобы у них запросы как некую байку. Но это делается я. По рассказам мамы. Эээ... Так. Увы... Значит. Он меня очень полюбил. Ну, короче. Тут 23. Эээ... Мне кажется, что... Эээ... Маму свою вы защищаете. В данном случае. Эээ... Только потому, что этого хотел бы ваш пап. Ваш пап. Вот. То есть. Конечно. Вы можете... Эээ... Со мной не согласиться с этим. Конечно. Вы можете считать по-другому. Это ваше право. Вот. Ээ... Но мне кажется так. Что-то... Что-то... Что-то делать. Это... Вот. Эээ... Желание. Стремление. Эээ... Угодить отцу. Вот. Потому, что... Эээ... Наверное, вы чувствовали, что... Должны ему постоянно доказывать, что вы ничем не хуже. Ах... Мальчика, да. И ничем-ничем не хуже. А твой лучше. Ну, другое дело. Что это не волнует. Да. Ну, вас это... Опять же. Не волнует. Да и делать это... Скорее всего на... Чисто таком... Знаете... Ааа... Ну, на чисто... Таком... Бессознательном уровне. На чисто таком... Подсознательном уровне. Я бы сказал. Поэтому... Тут... Как... Как бы... Но если это так... Если это так... Если это действительно так... То... То... Это, конечно... Эээ... Как бы... Симптом. Да. Скажем так. Вот. И... С этим симптомом нужно работать. Только все. То есть, это не проблема, это не что-то такое, прям... Критическое, но... Отказываться нужно от того, чтобы получить одобрение от слов. Вот. Ну и сама фигура отца тоже нуждается в проработке. Вот. Еще раз повторюсь. Есть... Эээ... Специальные техники, которые... С одной стороны... Эээ... Помогут отпустить... Вашего папу, если вы его не отпустили. Вот. С другой стороны... Эээ... Значит... Есть... Эээ... Специальные средства, которые помогут вам... Эээ... Получить... Получить... Эээ... Вот. 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 Так это оно... Как бы... Понятно, да? Что... Это... Тоже очень важный момент. Вот. Кхм... Дальше... Идем. Дальше идем. Значит... Так... Ага... У него была зависимость на плотном сезонной героини. Мне... Когда мне было три месяца, он уехал. Мне появлялся три года. Когда приехал, привез мне велосипед. Эээ... Помню, как он говорил со мной. Мы играли. Как он сейчас кургал мне. Мне кажется... Мне даже кажется... Я помню, как защищенность себя ощущала. Да, да, да. Вот это вот... К этому... К этому чувству защищенности. Он все время теперь пытается примиться. Думая, что... Вещерность вы получите основывая на одобрении папы. Угу. То есть все. Вот в этом плане вы не подрослели. В этом плане вы так и остались с ребенком. Боль... Больный отца... Значит... Два вверх. Через три месяца после поезда он умер. Ага. Ну... Успел познакомить маму с самим лучшим другом. Который впоследствии стал моим отчимом. Пятчик помогал. Игрушке дарил. Вот. Ну и, соответственно, дальше... А... Я не буду это, конечно, все зачитывать. А вот. Потому что... Тут понятно. Как бы... Ну, не буду, в общем, это читать. Это вот. Хочу сказать только то, что... Значит... Мама, да, она почему-то не смешалась с того, что происходит. И... А... Значит... Она ругала их только... Э... 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 Вот. Да? То есть... Как бы... Такая история. То есть мама здесь выступала пассивно. Вот. Она, скорее всего, догадывала о том, что происходит. Вот. Но ничего не делала. Вот. И это... Э... Это тоже... Э... Э... Не давало вам подчискивать себя в безопасности. Вот. По сути. По сути дела. Вот. Э... И... Знаете... Вообще... Вот... Э... Возможно... Понять. Никто бы на вашем месте, да? А... Себя бы в безопасности уж в такой ситуации бы не чувствовал. Потому что... Это невозможно. Вот. История здесь, она такая. Такая. В первую очередь. Вот. В основном, конечно, проблема заключается в том, что... Э... Э... Ваше нет. Вот когда вы... Когда вы... Когда вы говорили нет. Да? Ваше... Ваше нет. Э... Но... Вообще ничего не значит. Ну, или не значит, не значит, или не значило, или... Э... Что это такое? Э... Вот. Это вот основная вообще... Пр... Проблема. Э... Вот. Основная слойность в этом. Знаете? А значит? Значит? Э... Э... Говорит нет. Э... Э... Нужно... Вам... Учиться заново. Да? То есть, жить среди людей, которые... Вас... Э... 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 Проблема. Вот. А сейчас, по... Понятным причинам, вы этого совершенно не делаете, и, в общем-то, очевидно, что делать пока-пока и... Ну... Пока и не можете. Вот. Но, опять же... Э... Э... В целом, да? Опять же это... Это нормально. Дальше, дальше, так, значит, ну тут я не буду больше читать, да, вот вы пишите, что, так, у меня рефлекс защитный, да, то есть вы, значит, привыкли защищаться, вот. Это, конечно, тоже сыграло очень большую роль, то, что вы привыкли защищаться, потому что, ну, я так полагаю, что на вас это весьма-весьма сильно повлияло, эта ситуация не могла бы на вас, да, повлиять не сильно, вот. Ну и, конечно, мужчин вы стали воспринимать как что-то негативное, вот, ну, могли стать, по крайней мере, с точки зрения близости, вот, хотя здесь, конечно, тоже нужно исследовать, ну вот. Значит, дальше, так, потому что в моей семье, где мама и сёстр, мне хорошо, так, мне стало легче, и мама, наверное, думает, что это нормально. Ну, мама у вас вообще живёт, как бы, достаточно оторванной от реальности жизни, к сожалению. У меня были мужчины, один был, скорее, другом, который у вас второй был возраст, моего отца, ну, вот, да. У вас, по сути, не было, не было мужчин. Это не мужские отношения. Вот, ну, тут опять, да, то есть, говорить о том, что у вас, наверное, 100% прямо, это вследствие того, что произошло в детстве, да, или происходило в детстве, ну, я бы не стал, потому что слишком, слишком много факторов, вот, за это влияет, вот. Может быть, больше информации было бы, если вы описали, как вы чувствуете себя, вот, именно, с, ну, с партнёром, да, то есть, вот, ну, как вы чувствуете себя с девушками в отношениях, вот, может быть, если бы это написали, было бы лучше, было бы проще останется, понятно, но я полагаю, что это, опять же, да, это, слишком интимно, чтобы об этом говорить, и вы, и я это прекрасно, понимаю, вот. Поэтому, я не думаю. Другого отношения с мужчиной не было, это да, это первое, первое отношение с мужчиной, это, по сути, просто, наиболее безопасный тип, значит, отношений, то есть, ну, просто, просто, просто безопасный тип, то есть вы выбрали для себя наиболее безопасные, безопасные отношения, и все, по сути, да, так просто вдруг, то есть вы, там, у вас не было какого-то сближения, да, у вас не было какой-то близости, с ним не было отношений, вот. А второй мужчина, он был кем-то, кто, возможно, напоминал вам вашего папу, и это, естественно, тоже не могло продолжаться долго. А потом, когда вы поняли, что, ну, когда вы расшались с этими мужчинами, вы поняли, что другие вас не интересуют, ну, то есть мужчины, например, вот, с которыми бы вы смогли на равных, например, взаимодействовать, да, вот, такие мужчины не интересуют, и всё, и, соответственно, вы отдали лицет мужчины, и обратили свое внимание на женщину вот потому что, вот потому что, просто потому что, ну, а как, как по-другому, да, вот, то есть отношений-то, в общем и целом, хочется же, вот, так что, мне кажется, что здесь всё более-менее у вас понятно, вот. Я думаю, просто, скорее всего, вот, как бы, то, что вы всегда были бисексуальные, то я думаю, нет. В целом, конечно, нужна работа вам психотерапия, в целом вам нужна психотерапия регулярная для проработки этих вот моментов, для избавления от травмы, там где-то действительно травма была, была и есть травма, вот, к сожалению, серьёзная травма, вот, всё это, конечно, вам нужно прорабатывать. Вот, вы молодая, соответственно, времени это займет, ну, вот, на меньше, чем если вам было, там, лет, например, сорок, сорок, допустим, но, тем не менее, тем не менее, откладывать, всё равно я бы не рекомендовал вам работать, то есть лучше всё-таки начать как можно быстрее, вот. Ну, и для начала, что нужно, это просто прожить, прожить, выплакать, а-а-а, просить выплакать, а-а-а-а, вырвить всю боль, что у вас есть, если вы готовы, освободиться от этого. Вот, там дальше, в принципе, будет, ну, больше, более понятно, в какую сторону вам идти дальше уже. Вот, потому что, ну, сейчас это так. Вот, ну, и с того, что рекомендовать вам сейчас, да, это вот, в принципе, я сказал вам, опять же, не знаю, насколько это для вас очень видно, вот, что нужен человек, нужен человек вам, близкий, который мог бы вас поддержать, который мог бы вас принять, вот, понять, по которому мы могли бы всё высказать. Я не знаю, честно, я не знаю, сможет ли сделать это ваша девочка, вот, но такой человек необходимый. Вот, для этого человека вам будет весьма и весьма, ну, тяжелее вам будет, м-м, выйти из этого шутка постоянно. Вот, ладно же. Вот это то, что можно вам сказать, да? То есть вам рекомендуют здесь работаем с чувствами. Вот, это не так, эээ, не так это сложно, как может показаться, эээ, на первый взгляд, да, это не так сложно вообще. Вот, это даже может быть увлекательно, это может быть даже интересно. Вот, если же подойти к вопросу, конечно, серьезно. Вот, ну, а дальше уже, остается от того, что вы хотите вы сами. Если хотите, ну, избавиться от вас совсем, мы вам поможем. Вот, вот, если хотите просто получить какие-то рекомендации, да, то, это уже другой аспект. Вот, смотрите, смотрите сами. Смотрите, я надеюсь, что вы, эээ, ну, вы выберете для себя наиболее подходящий вам вариант, ну, наиболее подходящий вариант для вас, я имею в виду. Ну, вот. Вот так, в принципе, в принципе, вам можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok